Здравствуйте! Меня зовут Элина. Сегодня я приготовлю необычный салат шпроты под шубой. А также вы узнаете, для чего мне нужен зефир. Тот, кто смотрит мой канал давно, знает, в чем тут дело. А новым зрителям покажу еще раз. Репчатый лук некрупно нарезаю. Я его буду подмариновывать горячим способом. Для маринада беру 200 миллилитров воды, всыпаю пол столовой ложки сахара без горки и пол чайной ложки соли без горки. Довожу до кипения, при этом сахар и соль растворяются. Вливаю две столовые ложки девяти процентного уксуса и этим горячим маринадом заливаю лук. Даю остыть при комнатной температуре. Морковь, картофель и свеклу я отварила до готовности и остудила. Свеклу можно приготовить в микроволновке за 10 минут. Кому интересно как, ссылку оставлю в описании. Все продукты натираю на крупной терке и свеклу, и морковь, и картофель. Солю, перчу, и перемешиваю. Приготовлю заправку. Беру творожный сливочный сыр жирностью 60 процентов, добавляю майонез и перемешиваю. Вот такой густоты должна получиться заправка. Если у вас получилось гуще, ее можно развести небольшим количеством сливов. А вообще можно использовать один только майонез без творожного сыра. Подачу я сделаю порционную с помощью вот такой подложки для зефира из упаковки. Подложка с ячейками. Их размер как раз на небольшую порцию салата. Первым слоем в ячейки выкладываю свеклу. Распределяю ее по дну, чтобы не было пустот. Наношу немного заправки. И размазываю. Теперь слой моркови. Опять заправка. Остывший лук отцеживаю от маринада. Шпроты достаю из банки. Масло я слила. Излишки масла удаляю бумажным полотенцем. У рыбок обрезаю хвостовую часть. Выкладываю лук. И шпроты по три штучки в каждую ячейку. И тоже смазываю заправкой. И последним слоем идет картофель. Накрываю пищевой пленкой. И убираю в холодильник на пропитку на несколько часов или на ночь. Теперь нужно извлечь салат из подложки. Накрываю его сверху плоским блюдом, на котором буду подавать. И переворачиваю. Подложку убираю. Ну и вот так выглядит порционная подача этого салата. Остается только украсить сверху. С помощью такой подложки от зефира можно формировать любые салаты. Не обязательно слоеные. Это очень удобно. Пользуйтесь. Если вам кажется, что порции стоят слишком близко друг от друга, их можно немного вот так раздвинуть. Например, ножом. Вверх украшаю майонезом. Наношу несколько полосок по диагонали. Украшение можно оставить и такое. А можно вот такой незатейливый рисунок изобразить. Три раза провожу. Вот так. Поперек очищаю зубочистку. А потом в обратном направлении. Не забываю зубочистку очищать. В общем, украшайте кому как больше нравится. Можно просто майонезом всю поверхность покрыть. Вот, посмотрите, как аккуратно порции выглядят на блюде. Все слои хорошо видны. Попробуем? Собственно говоря, по составу это почти сельдь под шубой, но со шпротами и другой заправкой. Салат вкусный, необычный. Приготовить я его рекомендую. Если вам понравились такие шпроты под шубой, оставайтесь на моем канале. И вы найдете много простых рецептов вкусных блюд.